Марь Нима, ты пришел! Я так рада тебя видеть. Этот топ я приготовила специально для тебя. И ты же любишь меня. Кто это? Которая из них? Какая разница? Я это беру с собой. Как, говорите, вас зовут? Милый. И больше не нравится. Так что давайте посмотрим этот топ. Десятое место. Тору из аниме Драконгорничная госпожи Кабояши. Очень милая и веселая дракошка. Такой степени милая, что мечтает просто-напросто стереть человечество с лица земли. Прибыла в наш мир из параллельной вселенной. После того, как была повержена в битве с богами. Была спасена Кабояши. И в результате стала ей обязана жизнью. Но мало того, что она и так уже обязана Кабояши жизнью. Так в какой-то момент Тору понимает, что Кабояши это тот человек, который способен ее понять. Хоть и находясь в состоянии алкоголического опьянения. Но таки способен. В результате Тору в нее влюбляется и решает во что бы то ни стало добиться взаимности. Правда, это очень трудно. Особенно учитывая то, что для Кабояши все это странно. И вообще чувство странное. А тем более чувство от девушки. И вообще она ожидает того, что Тору ее сожрет. Но да ладно. Вот просто смотрите на эту няшку-милашку, которая в одну секунду способна превратиться в оружие для убийства. И вливать ей что с лолями изменять очень трудно. Девятое место. Миса Амане. Из аниме «Записки ангела смерти». В какой-то момент родители девочки убивают. Полиция ничего не может сделать. Но после появляется некий Кира, который карает убийцу. Миса сначала была одержима желанием отблагодарить его. Но после, увидев Райта, она влюбляется в него. И решает сделать все, что тот пожелает. А заодно убить любую, кто будет рядом с ним. Хотя в результате она не делает второго, потому что Райта так сказал. Готова терпеть его издевательства над ней. Которые, кстати, были. А все почему? Из-за сильной внеземной любви. Восьмое место. Неймарлон. Из Ренабе «Дочь зла». Является дочерью Приммарлон и Арта Люциферна Дотриша. Младшей сестрой Кайла Марлона. И старшей сестрой Риллиан и Алексей Люциферна Дотришей. Тринадцатая принцесса королевства Марлон. Которая была объявлена мертворожденной и отдана на эксперименты Иринки. По совместительству также является ребенком Гулем, судя по всему. А также контрактором бодинки, то есть демона обжорства. Была шпионом королевства Марлон. И довольно удачным. Манипулировала чуть ли не абсолютно всеми. За исключением своей матери. Которой она испытывала огромнейшую любовь. И собственно ради нее и творила все это безобразие. Но к сожалению любви матери так и не получила. Хотя очень даже старалась ради него. Но тут стоит добавить, что несмотря на то, что все было совершено во имя любимой мамочки, так и наиполучала от этого удовольствия. Седьмое место. Воля Бездны. Она же Алиса. Из аниме Сердца Пандоры. Сосуд Ядробездны. Является дочерью Лэйси и Леви. Способна управлять временем. Превращать людей в цепи. Создавать и уничтожать цепи. А также оживлять неодушевленные предметы. Была осознана в целях эксперимента. Начиная с детства чувствовала себя одинокой. Но позже встретила Джека, в которого влюбилась. Теряет голову находясь рядом с Джеком. И готова на все ради него. В том числе и чтобы рядом с ним никого не было. Потому понимала, что представляет угрозу для своей сестры. И раскаивалась, когда ее действия привели к смерти Алисы. Вследствие чего даже попросила Зарксиса убить ее. Шестое место. Суэгинто. Из аниме Девы Розана. Первая кукла Розана. Была незавершена в первых двух сезонах. Из-за чего испытывала комплекс неполноценности. И желала стать Алисой для того, чтобы доказать остальным куклам, что она вовсе не мусор. В какой-то степени не такая, как все. За что, собственно, и нравится. И не мне одной. Также испытывала любовь к Розану, несмотря на то, что он ее по сути своей бросил. И одна из целей стать Алисы была как раз-таки встретиться с отцом. Но позже, встречая девушку по имени Мэгу, решая отказаться от этой мечты, чтобы та смогла выздороветь. Пятое место. Хомура Акеми. Из аниме Девочка-волшебница Мадока. Довольно слабая девочка из-за болезни сердца. В результате классы над ней шептались и относились к ней не самым лучшим образом. Но Мадока была для нее лучом сверта в царстве тьмы, и в результате Хомура влюбляется в нее. И ради того, чтобы спасти Мадоку от смерти, она начинает возвращаться во времени. Что делает неоднократно, в результате чего становится довольно холодной и мрачной. Но все равно не отступает от своей мечты, несмотря на то, что каждый раз терпит поражение. А Мадока становится только сильнее, и это в результате даже привлекает Кьюбей еще сильнее, чем изначально. Но Хомура все равно не отступает. В результате становится даже сильнее, чем Мадока, и превращается в демон. Четвертое место. Сато Мацудзака. Из аниме Happy Sugar Love. Розовая во всех смыслах этого слова. Хотя скорее она B, но да ладно. Что случилось с родителями девочки, неизвестно. Но с детства уже за ней приглядывала тетя. Смотря на психи которой, Сато, собственно, и поехала сама по Фаде. Тетя внушала Сато, что любовь это изнасилование и избиение. Но Сато не придерживалась подобной точки зрения, и считала, что любовь это нечто приятное. И сладенькое. В какой-то момент Сато встречает Лолю по имени Шио. Шио понимает Сато, и Сато решает забрать Шио к себе домой. Она заботится о Шио и понимает всю ответственность. Но при этом отнюдь не пытается прикалывать к себе как-то Шио или что-то в этом роде. Как, например, та же самая Юна Гассе. Нет. Она способна совершенно спокойно поговорить с Шио, осознать свои ошибки и даже прийти к компромиссу. Третье место. Немезида Суда. Из Ранабе дуло Немезиды. Дочь Ма и Галериана Марлона. Для которого также приходится младшей сестрой. Сразу после рождения была брошена в лесу своей матерью. Отец же о ней вообще ничего не знал. Семь лет заключила контракт с Сетом, который получил задание от Гумили охранять несчастную. В любви нашей несчастной Немезиде вообще ни разу не везло. Ей нравился Ньозе, которого пришлось убить. Она хотела получить любовь бате, который о ней вообще нифига не знал и вообще любил уже свою старшую дочь. Ну, а мать... Это мать, которая хотела ее придушить. Одним словом, бедная несчастная девочка. В результате уничтожила весь мир и так и осталась жива. Второе место. Элизабет Атель Корделия Мидфорд. Из аниме Тёмный дворецкий. Данный персонаж не получил особой любви. И в основном таки от ЕОщиц. По мнению которых, она разрушает такое милое ОТП, как Себастин Сиэль. Естественно, помогли на Сиэлем Фантом Хайвом. И потому внушила себе, что должна его любить. А также усердно пыталась быть похожа на свою маму, что у нее было еще более рукожопски, чем первая задача. Так как Сиэль боится сильных женщин, усердно играла роль милой ей тупой блондиночки. Но потом таки пришлось показать настоящую себя девушку, которая способна даже демона, вогнать в неловкое положение. На самом же деле загналась с себя в тысяча и одну рамку, усердно строя из себя того человека, который любит и так далее. В том числе была готова прикончить своего женишка вместе с девочкой, с которой он, по ее мнению, изменял ей. Хотя это очень запомнил, считывает то, сколько им лет. И первое место. 002. Дарлинг ин зе Франкс. Клон 001. Является ревозавром. При этом усердно пытается быть похожа на человека. Поскольку влюблена в Хиро. Еще с самого детства, после того, как он ее спас. После того, как доктор Франкс говорит ей, что она станет человеком, если будут убивать ревозавров, начинает их усердно убивать. Но одновременно с этим она пожирает всех своих напарников. Что отнюдь не останавливает Хиро. И 02 на протяжении всего сериала казалось мне довольно сложным персонажем. И я искренне не понимаю тех людей, которые несут чушь по типу «Вот она только что скакала, смеялась вместе с ними, а уже в следующей серии она их там душит». Вы что, серьезно? Неужели непонятно, что главные герои для нее изначально никем не были? Они были для нее лишь примером того, как надо себя вести, если ты хочешь быть человеком. Но одновременно с этим, как только она понимает, что Хиро это тот самый герой, который спас ее в детстве, тоже становится очень мило и ласково. И одновременно с этим она понимает, что быть Яндерой не есть хорошо. И потому в какой-то степени усердно пытается исправить это в себе. Милый, тебе понравилось ведь так? Ну все! Милый, не стоит бояться. Теперь мы всегда, всегда будем вместе.